Вместо однотонных привычных стен жители дома на ПЛК-60 наблюдают в своих подъездах настоящие живописные картины. Изобразил такую красоту видновский художник Александр Беккер. Только на одну вот такую работу мастер потратил более 10 часов. За 4 дня он написал все рисунки, превратив стены подъездов в настоящее произведение искусства. Семья Роновых живет в этой пятиэтажке с 1974 года. Говорят, после ремонта родной подъезд преобразился до неузнаваемости. Ремонт очень хороший, светленький подъезд, чистенький. Картина такая нарисовали, хорошо очень. Ремонт провели благодаря губернаторской программе. В подъездах покрасили стены, побелили потолки, заменили освещение и почтовые ящики. А позже от администрации района поступило предложение сделать декор стен. Жители согласились. Тогда Александр согласовал эскизы и приступил к работе. Какие-то рисунки он выполнял аэрографом, где-то работал кистью. В таких случаях идет импровизация. То есть она идет не от головы, а скорее идет от души. Дело зависит от самого художника, не только. Зависит еще от людей, которые проходящие тоже. Они тоже вносят в эту картину, пока я пишу, как говорится, свои эмоции. И эти же эмоции, эти же добрые эмоции, они также остаются в этой картине. И это здорово. Это уже не первая проба пера художника. Опыт написания картин на стенах у Александра Большой. Легкая акварелька – так называет мастер технику, в которой чаще всего работает в подъездах. Нежные тона, цветы, деревья, лестницы. Рисунок должен получиться красочным, но в то же время ненавязчивым. Главная цель художника – сделать подъезд уютнее и порадовать его жильцов. Я живу на первом этаже, и рисунок прямо передо мной. Я прям выхожу, и вот прям какой-то французский дворик. Иногда Александр заглядывает в эти подъезды, чтобы еще раз свежим взглядом оценить результат своего труда. В какие-то рисунки он добавляет новые штрихи. Такая живопись художника вдохновляет. И у него еще много планов и идей. А пока мастер продолжает украшать стены новыми рисунками в учреждениях образования Ленинского района.